Добрый день! Это программа День с толком. Меня зовут Кирилл Политов. В зоне риска чем грозит обработка заказника лебедины химическими веществами? Загадочное увольнение одного из претендентов. Как в медицинском вузе готовятся к выборам? На кону здоровья. Почему жители края должны самостоятельно искать вакцину от бешенства? Территория Алтая продолжает обрабатывать высоко токсичными пестицидами. На этот раз под угрозой государственный природный заказник лебединый. Об этом нам сообщили пчеловоды района. Уверяют, что от таких действий может пострадать флора и фауна. А обработка, по их словам, ведется по согласованию с Министерством природы края. Всего, как нам рассказали, в этой части региона обработано около 200 гектаров веществом первого класса опасности. В заказнике очень много рек и озер. И не исключено, что токсины попадут в воду. Ну а это уже угроза для человека. Обеспокоенные сельчане обратились в различные инстанции, но ответов пока не получили. Природа уничтожается. Барсуки исчезли, лист не видно, зайцев тоже нет. Уток количество уменьшилось. Обращался в Россельхознадзор, в Роспотребнадзор. И в Роспотребнадзоре мне сказали, мы без ведома прокурор нам дам задание, мы поедем. Потом обращался заявление в прокуратуру. В прокуратуре пока с 9 числа, 9 июня. Ответы я еще пока ответ на него не получил. Так вот, тем временем в триллион рублей оценил ущерб от массовой гибели пчел президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков Альфир Маннапов. Накануне в Госдуме прошло заседание, на котором искали пути выхода из кризиса. Участники предложили разработать закон о пчеловодстве и вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю за производством и оборотом пестицидов. Между тем, в ряде регионов страны уже определились с тем, как помочь хозяйствам. В частности, в Липецкой области власти дали распоряжение выделить материальную помощь. На восстановление каждой погибшей пчелосемии выплатят по 3,5 тысячи рублей. В Алтайском крае, по официальным данным, погибло более 4 тысяч пчелосемей в 11 районах. Пчеловоды уверяют, что масштаб в разы больше. Эксперты продолжают подсчитывать ущерб. Виктор Томенко дал указание разработать возможные варианты поддержки пострадавшим. В крае разрабатывают стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. В первом открытом обсуждении приняли участие производственники и представители власти. Вместе они должны решить, какие сферы промышленности сейчас требуют внимания, чье развитие может пойти по быстрому сценарию. В целом же стратегия на 15 лет вперед учитывает рост многих показателей. Вовлеченность кадров в промышленность, увеличение мощностей и прибыли. И, по словам министра промышленности края Александра Климина, ставку делают не только на традиционные производства. Развитие промышленного производства возможно сегодня не только за счет модернизации, но также за счет инновационной деятельности через внедрение передовых технологий. Разработка и применение информационных технологий, биотехнологий, внедрение и дальнейшее использование и развитие диктивных технологий, симулирование научных исследований, разработок, дадут толщок развитию промышленной. Первые результаты стратегии можно будет увидеть к 2024 году. Министр сообщил, что к этому сроку должны реализовать крупные инвестпроекты. Выборы ректора Алтайского медицинского университета уже сорвали все сроки. Один из реальных кандидатов уволен из вуза без объяснения причин. Предвыборная кампания еще в одном вузе края, теперь уже в альмаматор врачей региона, идет по непрозрачному сценарию, уверены и преподаватели, и студенты. Говорят, это правда за спиной и шепотом. Боятся наказания руководства действующего. В какой атмосфере вуз готовится к новой странице истории, расскажет Анастасия Дороган. Кафедра психиатрии в шоке, а с ней весь медицинский вуз. Диагноз выборы. Заведующая кафедрой, профессор, доктор наук Ирина Шереметьева в конце июня перестала ее возглавлять. Ученый совет не одобрил ее кандидатуру. 41 против, из 58, представляете, 41 против. 13 за и 4 испорченных. Ну, я испорченные отношу, это люди, которые были так же, обрабатывались, ну, наверное, совесть им как бы приостановилась, как бы, ну, решили, что все-таки нельзя так поступать. Я отношу результаты голосования, это только к спланированной акции. Она кандидат на пост ректоровоза, это ее вторые выборы. На первой шла вместе с Игорем Салданом, ректором действующим. Тогда, призналась, он сам и попросил ее участвовать. Неладное началось в последние годы, когда она четырежды переизбиралась на заведующую кафедру. Срок трудового договора, обычно пятилетний, у нее составлял два года, а в последний раз вообще девять месяцев. Официальный ответ ВУЗа звучит так. По итогам голосования кандидат Шереметьева не набрала нужного количества голосов членов ученого совета АГМУ и не была избрана на должность заведующей кафедрой. Причиной увольнения является истечение трудового договора. Увольнение Шереметьевой – это фатальная ошибка, вот это от страха. Иван, назовем его так, выступает от лица всех недовольных политикой руководства университета. За пять лет, говорит АГМУ, выпал из рейтинга сотни лучших ВУЗов. Ушли десятки преподавателей, в том числе именитые профессора. По словам Ивана, не сдержал ректора и обещаний. Строительство нового общежития с нуля, где условия будут еще более лучшими, чем на Крупской, то есть двухместное проживание и так далее, строительство вивария. Из всего этого он построил новую мусорку, которая находится на Крупском, там, где должен по иронии располагаться наш бассейн. А кроме того, вокруг ВУЗа то и дело вспыхивают скандалы. Например, аспирант Павел Трегуб ушел после высказываний в соцсети о задержках стипендий. Его руководитель, завкафедрой патофизиологии Владимир Куликов, заявлял об уничтожении науки в университете. А профессор Борис Пивень сравнивал ВУЗ с заведением казарменного типа. Сейчас он работает в АлтГУ. После сюжетов на эту тему студентов, критиковавших руководство, вызывали. Иван и сейчас говорит анонимно. Связаться с преподавателями и кандидатами на пост ректора, пояснили ВУЗе, пока не представляется возможным. Все в отпуске. Нужно менять тот климат психологический и те подходы и отношения к кадрам и коллективу то, что есть на сегодня. Это и есть главная идея предвыборной компании Шереметьевой. Несмотря ни на что, она продолжает быть кандидатом на должность ректора Медуниверситета. И в соответствии с ее обязательным требованием было по инициативе Медуниверситета проверено. Органами также прокуратуры нарушений по ее документам и квалификации образования выявлено не было. Адвокат ждет ответ от госинспекции труда и прокуратуры, чтобы проверить закон на стене продления трудовых отношений Шереметьевой. А ВУЗе отмечает, претендовать на должность ректора может любой кандидат, в том числе и не работающий в ИГМУ. Дата выборов по-прежнему неизвестна. Анастасия Дороган, Николай Щелко, Алексей Кризин. День с толком. В Алтайском крае не хватает вакцины от бешенства. СМИ региона обратился житель на Валтайска, маму которого покусала бродячая собака. В травмпункте пострадавшие выяснили, что вакцины от бешенства в крае не хватает. В разных медучреждениях на Валтайской женщине отказали, мотивируя тем, что вакцина осталась только на экстренные случаи для детей. Минздрав региона не отрицают. Проблема вот есть. Сложная ситуация с поставкой вакцины складывается не только в Алтайском крае, но и в целом по России. Связано это с производством препаратов. В нашей стране остался только один производитель, второй завод на реконструкции. После проработки вопроса с Минздравом России, Алтайскому краю выделено 1000 доз. И 12 июля вакцина поступила в травмпункты края, отметили в ведомстве. Ситуация, о которой мы рассказали выше, пообещали разобраться адресно. Полчаса пришлось провести в лифте пациентам в краевой больнице. Не обошлось без пострадавших. Женщина теряет сознание. Давайте у нас чуть-чуть опущу. Давайте, у нас же еще неплохо совсем. Видео сняли пациенты. После того, как лифт остановился, в нем резко погас свет. В заточении более 5 человек провели почти 30 минут. За это время одной женщине стало плохо. Она начала терять сознание. В Краевом Минздраве прокомментировали информагентством, что помощь пострадавшим была оказана, в чем причина поломки не сообщается. О погоде узнаете через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Валар». У меня к этому часу все новости. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok